всем привет сегодняшнем обзоре я покажу очень старую французскую зажигалку фламидор порезен это одна из лучших зажигалка моей коллекции приобрел эту зажигалку во франции в январе 2019 текущего года весит зажигалка 59 грамм как обычно в конце ролика я добавлю фото с ее весом несмотря на то что зажигалка очень старая она находится в идеальном состоянии зажигалка полностью функционально есть некоторые огрехи такие вот как размятие на на корпусе для и возраста это незначительно очень похоже что корпус зажигалки сделан из серебра но ни одного клемма на корпусе зажигалки они обнаружили может быть я не прав на корпусе зажигалки имеется для ширине в виде мелких вертикальных полос она нанесена с двух сторон как на верхней крышке так и на нижней части зажигалки в этом месте имеется кольцо предназначено для того чтобы зажигалка можно было как карманные часы прицепить на цепочку и застраховать себя от утери то есть если зажигалка выпадет с кармана она останется висеть на цепочке и не будет утеряна на нижней части зажигалки припаяна медная пластина это пластина налоговой службы министерства финансов франции на пластине вырублены сквозные цифры 1911 это 1911 год в котором была припаяна эта пластина в то время зажигалки во франции облагались налогом и наличие такой пластины означает что за данную зажигалку был уплачен налог систему зажигалки лифтаром то есть поднятая рука или поднять рукой я думаю что именно вот эта зажигалка послужила прототипом для производства зажигалка zip и им подобных чтобы зажечь зажигалку нужно поднять верхнюю крышку прокрутить колесо высекающая скру и стиль загорится зажигалка остается открытом положении и продолжает гореть чтобы потушить нужно крышку опустить обратно и без доступа кислорода пламя просто погаснет нижней части зажигалки припаяна атаковать пружинящая пластина а верхней крышке имеется такой вот упор и это пластина произойдет дополнительные усилия при открывании крышки то есть она отталкивает также она придает дополнительные усилия для поджатия при закрывании крышки то есть она не дает если она произвольно открыть как-то это выглядит вот так внутри корпуса зажигалки имеется инсерт он сделан из латуни на инсерте имеются надписи фламидор это название фирмы который производил зажигалки ниже надпись бракет порезен переводится с французского как зажигалка проезжали на то есть это модель данной зажигалки самом низу здесь имеется надпись бреви данту лепые что означает запатентного всех странах здесь вот еще имеется плохо видно надпись металл попытаюсь навести фокусировку вот немножко видно означает также переводится что это металл и вот здесь вот внизу еще имеется надпись юсен пари по-русскому это будет звучать юсен пари что означает эту надпись я не знаю в инсерте имеется такая трубка она служит для хранения запасного кремня трубка это подпружиненная чтобы изъять эту трубку из корпуса инсерта нужно отжать ее вниз и вывести в сторону вот видно что у трубки есть кнопка подпружиненная в трубки можно хранить запасной кремень вот чтобы ставить трубку на место нужно изначально нижнюю часть ставить в инсерт потом отжать кнопку и завести ее в свое посадочное место при обслуживании этой зажигалки использование отверток не предусмотрено совсем на заглушке винте поджимающим кремень даже нет пазов для которые предназначены для отверток чтобы заправить зажигалку нужно выкрутить вот эту заглушку на ней имеется также как и на винте поджимающим кремень рубчатая насечка что позволяет довольно легко выкрутить ее вручную после того что как заглушка будет выкрутим пропитать вату бензином и закрутить заглушку обратно это винт поджимающий кремень чтобы кремень поменять можно выкрутить этот винт ставить новый кремень и закрутить винт обратно если вам понравилась эта зажигалка и было интересно ставьте лайки оставляйте комментарии на все ваши комментарии постараюсь ответить всем удачи до свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...